А знаете ли вы, что в V-Ray имеется функция, позволяющая продолжить прерванный по какой-либо причине процесс рендеринга? Всем времени суток, не знаю, правда, есть ли здесь квил, для кого она сейчас добрая. С вами CattleProject, меня зовут Ирина, и в этом небольшом уроке я покажу, как работает функция ResumableRendering, возобновляемый рендеринг в V-Ray. Если функция ResumableRendering отключена , то прерванная визуализация означает, что все уже потраченное на нее время пропало впустую, так как при повторном запуске визуализация начнется заново. А вот если включить функцию ResumableRendering, то незаконченную визуализацию можно будет продолжить с того места, на котором она прервалась. Итак, чтобы активировать возобновляемый рендеринг, необходимо зайти в настройки визуализации, меню Rendering , пункт Render Setup или клавиша F10, переключиться на вкладку V-Ray, раскрыть свиток FrameBuffer , установить галочку ResumableRendering . Расположенное справа от нее поле Autosave Interval , позволяет задать интервал времени в минутах между сохранениями промежуточных итогов визуализации. Поле это активно только при использовании прогрессивного дискретизатора изображения, так как при фрагментарной визуализации сохраняться будет каждый отрендеренный фрагмент изображения. Причем Autosave Interval обязательно должен быть больше нуля, так как значение, равное нулю, отключает автоматическое сохранение промежуточных итогов визуализации, что, по факту, отключает и весь возобновляемый рендеринг. И еще один немаловажный нюанс. Чтобы воспользоваться функцией ResumableRendering, необходимо заранее определить файл, в который должен быть сохранен результат визуализации. В противном случае, при попытке запустить визуализацию, V-Ray выдаст вот такие ошибки, и процесс рендеринга будет прерван. А чтобы заранее сохранить визуализацию, достаточно в диалоговом окне Render Setup кликнуть по иконке многоточия, расположенной справа от галочки Save File . В диалоговом окне Render Output File найти место для хранения файла, ввести его имя, выбрать подходящий формат и нажать кнопочку Save . В случае необходимости задать параметры будущего изображения. То же самое можно сделать и с вкладки Common . Сфитка Common Parameters . Раздела Render Output . Клик по кнопочке Files вызывает тоже диалоговое окно Render Output File. Кроме того, в разделе Render Output отображается путь к файлу с результатом визуализации, что бывает очень удобно. Итак, убедившись, что возобновляемый рендеринг включен, значение Auto Save Interval больше 0 и галочка Save File отмечена, запускаем визуализацию. Сцену, кстати, которая рендерится сейчас у меня, как всегда, можно скачать по ссылке из описания видео. Когда включен возобновляемый рендеринг, в директории, которую вы выбрали для сохранения результата визуализации, создается дополнительный файл с расширением VR-prog, если используется Progressive , или с расширением VR-img, если используется Image Sampler типа Bucket . Именно в этот файл записываются промежуточные итоги визуализации, и, соответственно, именно из него V-Ray считывает информацию о том, что уже была отрендерена, если визуализация вдруг прервется. Таким образом, если вы захотите возобновить визуализацию стены на другом компьютере или сохранить ее итоги в другую папку, то вам необходимо будет перенести этот файл туда, чтобы и в другой локации у V-Ray был к нему доступ. Ну а если вы хотите начать визуализацию заново, то этот файл нужно просто удалить. При использовании возобновляемого рендеринга совершенно неважно, по какой причине визуализация прервалась, будь то нарушение питания, программный сбой или остановка процесса самим пользователем. Чтобы показать, как работает Resumable Rendering, я остановлю свою визуализацию спустя без малого 20 минут и 71 проход с момента ее начала. Теперь, чтобы возобновить рендеринг, достаточно еще раз запустить его и согласиться на перезапись файла с итогами визуализации. Отчет времени начнется заново, но рендеринг при этом продолжится с прохода, следующего за теми, которые уже учтены в файле VR.prog. Это все, что я хотела сказать по теме урока, но на этом я еще не прощаюсь. В связи с последними событиями все более и более вероятной становится блокировка YouTube на территории Российской Федерации. Разумеется, до тех пор, пока у вас есть возможность смотреть ролики на YouTube, а у меня беспрепятственно публиковать их здесь, я продолжу это делать. Но на всякий случай хочу сообщить всем, кому нравятся мои уроки, что уже сейчас практически все они доступны к просмотру в Одноклассниках. Ссылка на группу отображается сейчас на экране. Есть она также и в шапке канала, и в описании каждого моего ролика. С текстовыми версиями некоторых уроков можно ознакомиться на сайте cattleproject.ru. Видео к каждому уроку на сайте также пока доступны. Кроме того, на всякий пожарный я давеча создала сообщество ВКонтакте и обзавелась каналами на Яндекс.Дзене и на Рутюб. Эти площадки пока совершенно пустые, и какая из них станет для меня основной в случае блокировки YouTube, я пока не знаю. Но если хотите, можете уже сейчас на них подписаться, все ссылки есть в описании ролика, где-нибудь точно появлюсь. Так, вроде ничего не забыла. Надеюсь, что урок вам понравился. Ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выхода новых уроков. Подписывайтесь на мои Одноклассники ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Рутюб, чтобы не остаться без уроков в случае блокировки YouTube. Заходите на сайт cattleproject.ru, где также можно найти много полезной информации. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео!